Я сегодня коротко расскажу о курсе, который называется «Оправление и реинженерить бизнес-процессов. Базовый уровень», продолжением которого являются курсы по аннотации BPMN 2.0. Это уровень 1, 2 и 3. То есть, в принципе, это полный цикл из четырех курсов. Но в первую очередь сегодняшний раз рассказать про базовый уровень. Он, наверное, самый сейчас интересующий. Я начну с того, что презентация, которая в рамках курса используется. Коротко по слайдам пройдусь и расскажу, о чем курс. Прокодаватель Новиков Сергей. Это я. Я учредитель и генеральный директор компании BPM Team, который занимается автоматизацией бизнес-процессов. И читаю этот курс в основном, происходя из практических каких-то применений. Цель курса – научить слушателей описывать существующие бизнес-процессы в компании, выделять, оптимизировать, формализовывать бизнес-процессы. В первую очередь, на самом деле, цель курса, если так, в двух словах, это попытаться привести к некому общему знаменателю те знания о бизнес-процессах, которые можно получить из разных источников. То есть очень много, если там в том же гугле набрать такой бизнес-процессы, можно получить очень много разной информации. Причем она может противоречить друг другу, но и может и дополнять. И, в общем-то, цель курса – вот это некий такой общий знаменатель, на основе которого дальше рассказывается в последующих курсах о том, как моделировать, описывать и документировать бизнес-процессы. Я вам, соответственно, это все, эти все слайды, они в рамках курса используются. Но определений для бизнес-процессов много. В заголовке я использую определение Европейской ассоциации BPM. BPM – это Business Process Management или управление бизнес-процессами. В самом начале разбираются основные вопросы, плюс те вопросы, которые приносят с собой участники курса. Но Frequently Asked Questions – это те вопросы, которые наиболее часто возникают, те, которые в моей практике часто возникают. Ну, как бы в начале курса они подробно вместе с группой разбираются. Основные идеи и цели использования BPM на практике. Также мы с группой обсуждаем BPM. Мы сейчас говорим именно об управлении бизнес-процессами. Важный момент и ключевой слайд всего этого цикла, наверное, это вот жизненный цикл, всего этого курса – это жизненный цикл BPM. То есть он, в принципе, описывает, что такое управление бизнес-процессами. По каждому из этих один квадратик этого жизненного цикла вы можете найти информацию в гугле, книге, в литературе. Кто-то говорит, что BPM – это документирование процесса. Кто-то говорит, мы внедрили BPM-систему себе в компании, и внедрение вот этой BPM-системы – это и есть управление бизнес-процессами. Кто-то говорит, что вот мы в Айресе описали, задокументировали все процессы компании, и это и есть у нас управление бизнес-процессами. В принципе, они все правы, но они при этом и не правы, потому что это только кусочек, это каждое из этих утверждений – это часть управления бизнес-процессами. А управление бизнес-процессами – это только целая совокупность и последовательный, непрерывный жизненный цикл. Как только вы выходите из этого жизненного цикла, то есть внедрили в себя BPMS, остановились на этом, перестали управлять бизнес-процессами. У вас есть BPMS, но у вас нет управления бизнес-процессами. Если вы описали все процессы в Алисе, то же самое вы описали, вы пока описывали и управляли процессами, когда перестали управлять бизнес-процессами, и нужно понимать, что вот этот жизненный цикл, он и есть, и является тем самым управлением бизнес-процессами. Я подробно об этом рассказываю в рамках цикла, мы с группой детально каждый шаг этого цикла разбираем, и в принципе весь, вот кроме вводной части, весь остальной цикл строится. В последовательном прохождении мы разбираем, что такое выявление процесса, что такое документирование, анализ, дизайн процесса, реализация и контроль, зачем они все нужны и почему они именно в такой последовательности должны быть, и какие плюсы несет соблюдение этой последовательности, какие минусы несет несоблюдение. Также обсуждаем уровни моделирования процессов, так как моделирование процессов – это очень важная тема, и это второй, наверное, позначиваемся слайд, который тоже нужно, важно понимать, что стратегическая модель, что такая операционная, почему нельзя без стратегической модели обходиться. Вот это такие вопросы, которые являются основой этого курса. Но хотелось бы еще отметить следующее, почему вообще я взялся читать этот курс. Смотрите, сейчас есть определенная мода на управление бизнес-процессами. То есть управление бизнес-процессами достаточно популярный вопрос становится. В прошлом году достаточно много компаний вдруг захотели у себя управлять бизнес-процессами. Но это на самом деле не вдруг. В Европе это уже 3-4 года назад произошло, и в Штатах, да, и там уже захотели управлять бизнес-процессами давно, и сейчас уже успешно многие управляют. И получают за счет этого преимущественно теми, кто бизнес-процессами не управляет. Но почему это происходит? Вообще управление бизнес-процессами – это не 3 года назад придуманная штука. Если бы компания Toyota в 60-х годах еще бы управляла у себя бизнес-процессами, без всяких автоматизаций, компьютеры тогда были сами, не знаете, какие, с перфокартами и целый этаж занимания. Тем не менее управление бизнес-процессами существовало. И нельзя сказать, что те компании, которые управляют бизнес-процессами, они лучше других. Потом были разные, там, 6Sigma, DF0, AIS в 1993 году. Все это появлялось постепенно, но бума какого-то особого не вызывало. И никто не говорил, что те, кто управляет бизнес-процессами, имеют преимущество. Сейчас такое мнение существует. И судя по тому, что тенденция уже больше трех лет, это не просто какая-то сиюминутная айтишная мода, но это, на самом деле, связано с тем, что появилась нотация BPMN 2.0. Ну, не то чтобы нотация BPMN 2.0 появилась, а то, что консорциумом OMG Group, это консорциум из более чем 800 IT-компаний, они создали нотацию для описания бизнес-процессов BPMN. Это IT-компании, это Хилют Пак, РТБ, Морок, кто-то туда входит, которые договорились о том, что мы будем автоматизировать процессы по стандарту. Давайте введем стандарт, как процессы должны быть описаны. И они придумали не просто некое графическое изображение, но придумали диаграммы, вот эти схемы, которые превращаются в XML-схемы и являются стандартом для любого программного спечения. Любое программное спечение, которое называется BPMS, поддерживающее BPMN 2.0, оно эти диаграммы умеет сразу выполнять. То есть это не просто картинка, это код. Если вы стандарт скачаете в OMG Group, то увидите, что там 300 страниц описания, как формировать XML-файл. На самом деле, когда вы рисуете картинку в BPMN, вы пишете уже одновременно при этом дистальное техническое задание для разработчиков и даже некую структуру кода программы. И из-за этого автоматизация бизнес-процессов на аннотации BPMN достаточно быстрая и правильная. То, что аналитик нарисовал, то и получается. Это существенное преимущество. Быстрый шаг автоматизации – это вы быстро, мгновенно, практически автоматизируете свои процессы, в связи с тем, что вы напишете техническое задание, потом какой-то разработчик вдумчиво прочитает и сделает не то, что вы хотели. Тут как бы у него нет такой возможности, вы передаете уже готовый код. И поэтому сейчас на этой волне доставать пыльные альбомы процессов, описанные в айресе, нет никакого смысла. Не нужно диаграммки в Microsoft, визию рисовать, которые тоже, кстати, поддерживают BPMN 2.0. Вы получите то же самое, айрес в 93-м году появился. Получится то же самое преимущество, которое компании в 93-м году получали, внедряя у себя процессный подход. Скорее всего, те, кто идет на автоматизацию бизнес-процессов, они как раз эти преимущества получат, а вы-то их не получите. Вы просто потратите опять время на айрес, на видео. Поэтому в рамках курса я рассказываю последовательную историю, как проходило. Ну, каждый день он соображается практическим занятием. То есть мы по каждому этому шагу проходим, выявление, документирование. Когда мы рассказываем, обсуждаем моделирование бизнес-процессов, начинаем мы с нотации IDF0, которая была создана в 81-м году и является, в принципе, прототипом описания всех вот этих нотаций по описанию бизнес-процессов. Она была создана в 81-м году в ВВС США и одна из таких известных нотаций на данный момент, даже многие компании используют. Она простая, и она создавалась практически для рисования карандашом. Неплохо можно использовать в блокноте, когда у вас какая-то короткая сессия интервью, можно и аннотация IDF0 карандашом на бумаге нарисовать. Следующая аннотация, которая появилась, это была аннотация ARIS EPC. Она возникла в 93-м году. Это собственность компании Share AG, совпадая с фамилией профессора Share, который изобрел эту аннотацию. Это частная собственность. Если что, ARIS и EPC – это не общая доступная аннотация, это частная собственность, а также определенная компания. В этой аннотации процессы рисовались уже достаточно красиво. Цветные, она содержит в себе цвета. И в 93-м году, если вы помните, появились цветные принтеры. Это не случайно, мне кажется, совпало так. Выглядит гораздо более презентабельно, чем ADF0, но тем не менее она является также графической аннотацией. То есть вы рисуете на бумаге. Это картинка. Это хорошая, понятная для аналитиков, понятная для бизнеса картинка, которая описывает бизнес-процесс. Но если вы идете в автоматизацию, вам все равно нужно написать техническое задание на автоматизацию к этой картинке. По этой картинке никакого IT-исполнения не существует. И только аннотация BPMN была создана, как я уже сказал, в Object Management Group, и является исполнимой аннотацией бизнес-процессов. То есть это сразу полуавтоматизированный процесс. То, что вы описываете, аннотация BPMN 2. И на этом как бы делается ударение в курсе. Поэтому, если вам интересно просто, поэтому где-то две пары посвящаются. Этим аннотациям, DFI, мы разбираем, что какие элементы откуда появились. Но дело в том, что аннотация BPMN, от них не отказалась, этих элементов. Она их в себе использует, в принципе, и последовательно можно увидеть. Про прогресс, как это для F0, пошло к ARIS, и потом BPMN, который в себе эти элементы использует. Плюс там появились достаточно много новых элементов. Ну и аннотация, в принципе, там содержит уже 30-40 разных элементов, которые несут в себе разную логику. Это как раз потребовалось дело для того, чтобы компьютеры уже понимали. Не только люди, которые понимают ARIS и EDF, но и компьютеры понимали то, что нарисована аннотация BPMN 2. Соответственно, в рамках курса, как я уже сказал, последовательно проходятся все этапы жизненного цикла управления бизнес-процессами. Ну, я пойти с 98-го года, и все эти и практические занятия, и теоретическая часть сопровождаются разными историями из реальных проектов внедрения, с примерами. Почему? Это как что-то сработало, как что-то не сработало. Я, в принципе, готов достаточно много ситуаций рассказать и обсудить. Как бы с участниками, если кто-то свои рассказывает, в случае это всегда приветствуется, и мы каждый шаг детально и подробно проходим. Для каждого шага я рассказываю какие-то основные базовые методы, которые могут использоваться для выявления процесса, ключевые моменты, которые нужно понимать по выявлению процесса, как найти своего... как найти правильно владельца процесса на стадии выявления. Почему? Его важно найти на этом этапе, а не ожидать, что он придет потом и скажет, как вы хорошо сделали процесс без меня. А может быть, скажет, нет, давайте-ка все переделаем. Чтобы этого не произошло, это нужно сделать всегда, как каждое действие должно быть на определенном шаге. Моделирование процессов, как я уже сказал, детально разбирается, три нотации, DF0, ARIS и BPM. Ну, детально разбирается, это, конечно, правильно сказано, нельзя в рамках одного курса научиться пользу 7-3 нотации, но как минимум читать, понимать, что нарисовано, каждая из этих нотаций, да, вы сможете после этого курса. Анализ процессов, диагностика проблем, поиск причин, с этим вопросом мы также детально разбираемся. Дизайн процесса, предложение новой модели процесса и уже создание модели 2B. Кстати, детально разбираем, почему должна быть модель процесса RIS, а потом модель процесса 2B. Очень популярный вопрос, а почему нельзя сразу модель 2B? На него есть десяток ответов разных, и в рамках курса мы их в картинках, в примерах реальных из практики разбираем, к чему приводит рисование модели 2B без модели RIS. И почему это может быть, когда это может быть, ну и какие с этим связаны риски. Дизайн процесса – это создание модели 2B. Следующий шаг – реализация процесса. Реализация процесса, ну, я все-таки настаиваю на том, что это неплохо было бы уже связать с айтишниками, да, и с автоматизацией процесса, но, конечно же, это не только автоматизация. Во многих компаниях это методологи, какие-то менеджеры, которые выпускают новые распорядки, регламенты, приказы. Это и есть реализация новой версии процесса, да, то есть какие-то изменения придумали, внесли новую модель 2B, и реализация процесса – это может быть и на уровне методологов. Ну, здесь огромная проблема мотивации компании на изменения. На этом посвящается почти целый день, ну, половина меня, как минимум, курса. Это как раз разбор того, что, как вы знаете, есть такое старинное китайское проклятие, что произошло во время перемен, да. Это все, кто пытался реализовать какие-то изменения в своей компании, наверное, с этим проклятием сталкивались. Изменения всегда имеют негативный опыт на окружающих. Поэтому как преодолеть, какие могут быть методы мотивации, как можно уменьшить этот негатив. С этим мы как-то тоже в рамках курса детально разбираемся. И контроль процесса – это ключевая точка вообще в управлении бизнес-процессами, которая не замыкает процесс, не завершает. Нет в этом процессе завершения этого жизненного цикла. И почему контроль процесса, он такой существенно важен. Вот, если коротко, о чем вообще этот курс. Практические занятия составляют порядка 50%. На практических занятиях мы разбираем, мы выявляем процесс. Ну, в основном для примера используется процесс оформления командировки компании. На его примере мы проходим просто полностью жизненный цикл, выявляем, что же является этим процессом. Как ни странно, каким бы простым он ни казался, выявление этого процесса приводит очень многих участников к достаточно новому сознанию, пониманию, что такое процесс, а что такое не процесс. То есть очень важно понимать, где у вас идет процесс, где у вас документы обороты, где это проект или что-то еще. Именно выявление процесса, казалось бы, такого очевидного, но достаточно, он на самом деле с точки зрения выявления достаточно сложный. Вот, и на примере этого процесса дальше и разбирается. Разбирается несколько методов оптимизации, но еще раз хочу сказать, нету слова оптимизации в этом курсе как основного. Зато не оптимизировать процессы, научиться, ну, это мало реально. Мы разбираем базовые методы оптимизации и вообще, куда нужно двигаться с точки зрения оптимизации процессов. Но тут я хочу еще раз подчеркнуть, что автоматизация – это сам по себе очень существенный шаг к оптимизации. Что дает автоматизация бизнес-процессу? Есть два преимущества у автоматизации бизнес-процесса. Первое, ну, это понятно, что контроль выполнения процессов, да, у вас сотрудники, вовлеченные в бизнес-процесс, они выполняют этот процесс в той последовательности, в которую вы заложили менеджеры, методологи, и с них снимается лишняя нагрузка по принятию решений ненужных, если они не знают, что делать, как бы, на них VPN-система, как бы, да, уже определяет, что следующий шаг будет вот такой. Если вы такое действие совершили, то будет вот такой. Если такая задача, то все определяется процессами уже заложенными и автоматизированными. Но это не основное преимущество. Основное преимущество то, что вы получаете объективную статистику по бизнес-процессам. Вы получаете собранную информацию, сколько времени у вас выполнялась задача, сколько раз один сотрудник возвращал задачу другому. Например, может, очень частая ситуация, ну, может быть, не у всех она существует, но бывает такое, что, например, KPI для выполнения задачи в одном подразделении один рабочий день. Следующее, подразделение, которое дальше работает с каким-то документом, тоже KPI один рабочий день. И все его выполняют. Например, сотрудник первого подразделения выполнил задачу в течение одного рабочего дня, переслал ее дальше, но выполнил халатно, не сделал все, что нужно. Сотрудник второго подразделения в течение рабочего дня разобрался, что там информации недостаточно, и вернул ее назад. Сотрудник первого подразделения получил эту задачу назад, и в течение одного рабочего дня выполнил ее и отправил сотрудника второго подразделения. Но опять же сделал это халатно, и опять не всю информацию прилетал. Тот ему вернул, он в этот раз сделал хорошо, тот выполнил задачу, и задача пошла дальше. Каждый ни разу не нарушил KPI. Каждое подразделение может, в принципе, рассказать, что у них сотрудники всегда при поступлении задачи в течение рабочего дня вопросы решали, с которыми к ним приходили. Но в сумме два человека работали пять дней, при этом каждый не работал больше, чем день. То есть работали неделю, а больше, чем день никто не нарушал. То есть много моментов, которые, не имея объективной статистики, то есть вы спрашивая и получая информацию от менеджеров или от кого-то еще, не получите иногда реальную картину. А автоматизированная система, она вам четко, сто тысяч до секунд всю информацию предоставляет. Она все это логирует, собирает. И вот вопрос оптимизации, ну, к оптимизации, например, занимаются достаточно дорогие консалтинговые компании. То есть консультанты по оптимизации процессов – это достаточно дорогая услуга. Но одно из их сильных преимуществ в том, что они умеют собрать информацию по вашему процессу. То есть они делают всякие методы, применяют, чтобы определить, где в вашем процессе проблема. И собрать вот эту объективную информацию. Собрав объективную информацию, на самом деле, нужно иметь обычные нормальные энергетические способности, чтобы придумать, как ее оптимизировать. А вот сбор информации – это очень сложные, как бы, такие консалтинговые технологии. Автоматизировав бизнес-процесс, вы очень дорогую часть оптимизации процесса уже получаете от IT-системы. Вы получаете объективную статистику. Дальше, если честно, получив такой набор информации, не нужно быть супер-мега-консультантом, чтобы понять, где в процессе нужно оптимизировать. Это вот, как раз, и то самое основное преимущество автоматизации, которое дается с помощью, достигается с помощью бизнес-процесса. Ну, я, так, может быть, несколько сумбурно, но старался достаточно быстро рассказать то, в чем заключается этот курс. Поэтому последующие курсы называются уже BPMN 2.0. То есть рассказ дальше как раз идет о том, что современная нотация BPMN 2.0, которая является современным стандартом, как ей вообще пользоваться, какие у ней есть символы. Грубо говоря, первый курс номер один – это научиться узнать алфавит, да, там всего два дня, ознакомиться с основным алфавитом, с основным символом BPMN 2.0. И следующий курс, уровень 2, для тех, кто с ним уже знаком, там разбираются примеры на использование нотации базовой, да, как эти элементы используются в окружении с другими элементами, какие процессы, как информация можно строить. Ну и третий курс, он по автоматизации, для тех, кто уже более системный аналитик, кто хочет прям параметризировать эти процессы нотации BPMN 2.0 до того момента, что они даже практически сразу становятся уже окончательно исполнимыми. Там, конечно же, нужно несколько параметров внести, но это не сложнее, чем писать макросы в Excel, если кто-то писал когда-то. Это проще гораздо, да, но тем не менее это уже более системная аналитика, скорее, чем бизнес-аналитика, вот это третий курс. Вот что я хотел сказать. У нас осталось еще, я так понимаю, 20 минут на вопросы. Чем отличает система бизнес-аналитика? Очень хороший вопрос. Почти ничем. Почти ничем, очень тяжело их отличить. Я в своих компаниях разделяю так. Тот, кто любит больше обсуждать с бизнесом, что же за бизнес-задачу нужно решать, это бизнес-аналитик, который с айтишниками любит прописать подробно задачи, как ее нужно выполнить. Это системная аналитика. То есть куда он смотрит? Вот из бизнес-анализа на входе есть бизнес, на выходе айти, да? И вот бизнес-аналитик, он смотрит на бизнес, а системный аналитик, он смотрит на айти исполнителя. Такой явной границы и определения жесткого нету в бизнес-аналитике, системной аналитике. Можно все-таки подробнее про BPMN, потому что именно так называют пульс, который я рассылался, а не бизнес-анализ. Я просто скажу, бизнес-аналитик с очень большим стажем, ну, как бы, это не совсем интересно, да? И интересно. Процесс на реализации, как это используется. Смотрите, называется он базовый уровень, потому что описывать... Смотрите, то, что было в рассылке, это было... Ну, не то, что было заявлено на сайте, это BPMN 2, но описать не базовый, не базовый, а именно... Я думаю, что будет какой-то именно вводный курс про аннотацию. Я сейчас вам скажу. Курсы 4, да? Вводный курс для аннотации, он очень важен, потому что... Сейчас про уровень 1 и 2 я вам тоже скажу, но можно взять алфавит и писать на нем слова. Можно хотя бы пройтись там по... Так скажем, как это называется, по обозначениям, по какому-то небольшому примеру, потому что это не то, что сейчас живая информация, она вообще не отвечает заявление. Если вы начнете рисовать аннотации BPMN 2.0, не бизнес-процессы, то это будет все бессмысленно абсолютно. Я очень много... Не бизнес-процессы. Я в практике уже много раз сталкивался с людьми, которые нарисовали аннотации BPMN 2.0 что-то. Нарисовать аннотации BPMN 2.0 можно много чего. Смотрите, я бизнес-процессы именно профессионалов, и именно я спрашиваю про бизнес-процессы. Мне неинтересно, что там, кто там. Мне интересно, вот я знаю Алис, я знаю Алис, мне теперь вот интересно BPMN 2.0. Чем она отличается, где она применяется, какие основные особенности, для чего так много значков? Я вам как раз поэтому и рассказал, что BPMN 2.0 – это аннотация для автоматизации в первую очередь. Много значков там, на самом деле, для того, чтобы общаться и представлять аннотацию не только для человека, для компьютера. Там даже не столько много значков, сколько у каждого этого значка есть XML-представление. То есть ключевой момент, что... Вот этот слайд, вот этот слайд, на который вы сейчас смотрите, он написан аннотация BPMN 2.0. Отлично, но это не типовая, да? Она там больше похожа на D3, конечно. Совершенно не похожа на DF, и она не похожа на Алис. Это аннотация BPMN 2.0. Смотрите, вы... Почему базовый курс? Потому что я все-таки наставил на том, что начинать нужно с базового курса, в котором нету... В котором есть и ДФ, и Алис, и BPMN 2.0. Очень много людей как бы имеют уже как бы некое свое представление о том, что такое управление бизнес-процессами. Если вы хотите... Если это не представление, если это реально практический опыт больших стилей, это... Ну, хорошо. Мне интересно именно практическое применение данной аннотации. Да. То есть, по-другому, то есть, про описание бизнес-процесса, ну, да, может быть, что-то ошибок. Хорошо, я сейчас отвечу на ваши вопросы. Потому что автоматизацию раньше делали и в том числе с помощью IDF, то, ну, вы говорите, карандашом их нарисовать, но там их очень много аннотаций, которые в том числе все раньше до базового, да. И на основании Алиса тоже мы делали все эти самые, да, там они прописывают вот эти вот последовательности, вплоть до событий, что автоматизируется, потом это кладется в МТЗ, да, конечно, там нет кода. Но, например, есть методология РУ, где тоже генерируется РУ. Да. Да, для чего тогда нужны предпринимания? РУ, если честно, она как-то сложно-сложновато, как бы, скажем, в применении именно без автоматизации, вот она такая, ну, так скажем, не казырная аннотация, то есть, а больше всем понятнее Алиса, скажем, методология, нет, это неправда. Больше всех непонятно Алисской методологии. Я понимаю, что вы можете прочитать курс по Алису, но, как бы, я рассказывал про свой курс, и я знаю очень много людей, которые даже могут быть со мной не согласны, и они читают свои курсы, которых многие компании сейчас под впечатлением этих курсов Алис достали из пыли, и у себя слишком быстро описывают эти бизнес-процессы в Алисе. Я знаю, очень крупные компании это делают. Смотрите, еще раз. Важно понимать, что аннотация BPMN 2.0 отличается от Алису, во-первых. Ну, во-первых, если брать по элементам, значит, вместо элемента функции используется элемент задачи, то есть элемент функции заменяется таким принципом, как задача. Многое, чем-то меньше. Нет, они обозначаются достаточно похоже, да, задача просто уже имеется в виду, что это не просто некая функция, которая кем, ну, как-то выполняется, что это всегда задача, которую BPMN, как процесс, ставит кому-то. То есть там, если Алис, как бы он просто фиксирует, да, что происходит процесс вот так, то BPMN берет на себя немножко более управляющие функции, да, он говорит, что мы говорим, что вот мы ставим задачи для IT, для workflow, для IT-систем и для пользователей, например, то есть для людей, human flow. Если вы обозначите это как в последовательстве, а назовете это как задача? Это не я, извините. OMG Group назвал это задача. Это не я назвал его. В нотации BPMN 2.0 на ARIS это функция? Нет, это еще действие. Хорошо, это еще действие, это как перевести с английского на русский, можно и так, и так. Тем не менее, BPMN 2.0 это называется задача. В остальном он с функцией очень похож. Но у каждого, в отличие от ARIS, вы не текстом фиксируете, что это за функция, а у каждой задачи есть подтип, их там порядка восьми. То есть если это human task, обязательно в левом верхнем углу должен быть обозначен тип этой задачи. И они отличаются поведением, с точки зрения. Вы хотите, чтобы я вам коротко, на это уходит два дня, на то, чтобы коротко рассказать BPMN 2.0. Картинку с BPMN 2.0 я вам могу показать. демо процесса BPMN, чтобы так предметно говорить. Значит, демо процесса BPMN вы хотите? Да, я могу вам показать, конечно, демо процесса BPMN, но это еще раз. То есть, насколько я понимаю, это, в принципе, вообще уровень вот этого всего BPMN-а, это достаточно низкий. То есть он разборан до конкретного исполнения. То есть если так, Борис, у нас... Смотрите, задачи, задачи нескольких типов. У нас просто ограничены на 45 минут семена. Я на все, всю нотацию BPMN 2.0 точно за это время не скажу. Значит, в отличие от Айвиса, вместо функции задачи у задачи обязательно существует определенный тип. Этот тип определяет, что эта задача выполняет. Соответственно, я бы сказал, что есть два ключевых, это сервис и юзер-таск. Один для human flow, второй для систем flow, для выполнения какими-то системами. Для них сервис-таск, для пользователей юзер-таск. То есть типизация задачи обязательно. шлюзы, которые есть в Айрисе, да, они в нотации BPMN также все присутствуют. Они называются шлюзы на основе данных. Соответственно, это исключающие или, это обычное или, parallel это и. Те же самые, что и в Айрисе, кроме одного, ну, там есть еще сложный шлюз, но это уже не важно. Причем в момент, что есть еще событийный шлюз. Событийный шлюз делается это отдельным символом, потому что событийная система в BPMN 2.0 совершенно принципиально разная. Если события в Айрисе были для того, чтобы связать цепочку, ну, так оно называется, связать цепочку функции действия, то событийный механизм аннотации BPMN 2.0 совершенно независимый. То есть вам не нужно между задачами ставить события, да, вы их связываете просто обычными потоками, стрелочками, а события, это способ общения за пределами вашей зоны, ну, за ролевой зоны или пула. То есть каждая часть процесса рисуется в своей зоне ответственности. Это пул, так называемый. В рамках пула вы рисуете кусок процесса, а вот общение с внешним миром за пределы пула делается через события. То есть внутри задачи, последовательно связанные для выполнения, а обмен с внешним миром через события. И вот механизм событий очень мощный, очень сильный, да, и как раз он позволяет на уровне там IT-ривилизации сделать обмены с внешними системами, с внешним миром. Как мы знаем, хэппи-паф по процессу нарисовать очень просто, там можно за 10 минут процесс нарисовать. А потом в нем нужно добавить все несчастные случаи, которые там происходят, да, что вот тут, конечно, дело пошло не так, вот тут у нас наступила такая штука, вот такая. И вот как раз событийный механизм нотации BPMN 2.0, он помогает вот эти все отклонения, ну, не только отклонения, но и основные моменты тоже может делать, описать с помощью событий. Событий вот нотации BPMN 2.0, поэтому достаточно много, достаточно сложный механизм, каждое событие имеет четкую логику, что оно делает. но на самом деле это не так уж смертельно сложно, просто они, скажем так, вот их 30-40 типов, которые типизированы для того, чтобы эти реализации у них у каждого учета есть своя эти реализации и свои логики. И у них также есть еще событийный шлюз, который называется Event-Based Gateway, то есть это шлюз для впечатления не на основе данных, а в зависимости от того, что произошло, мы по этой ветке процесса и пойдем. В айресе они все были сразу и событийные, и на основе данных. Вот BPMN 2.0 шлюза разделена. Простите, а когда, допустим, у нас либо одно, либо другое, у нас же оно тоже на основании чего-то, либо туда, либо сюда. Это, значит, если вы говорите про данные, то это обычная исключающая или. А если на основе вот событий, если такое событие, то есть данных у нас нет, например, хорошо, пример. Вы ожидаете подтверждения про пиццу, любимые примеры, BPMN, они все про пиццу. Вы заказали пиццу и ждете события, что будет пицца доставлена. После этого вы будете выполнять действие съесть пиццу. Но если это событие вдруг никогда не пройдет, пицца оказалась плохой компанией и вообще ничего не доставила вам. Процесс у вас стоит в ожидании события доставки пиццы. Вы не можете заранее написать шлюз, что либо такое событие, ну, в айресе можете, что либо такое событие произойдет, либо такое событие произойдет. То есть, если у вас более времени есть условие, в котором она будет происходить, то есть пицца не приехала в течение полчаса, а она приехала, я ее рекомендую, она не приехала, я заказываю другую компанию и не все. Соответственно, здесь вам нужно будет событийный шлюз нарисовать, либо произошло такое событие, либо такое событие. Если у вас шлюз, после которого вы выполняете как в айресе действия или функции, то это шлюз на основе данных. А если после шлюза у вас событие, то это вот элемент событийный шлюз. Они разделяются, потому что логика, скажем так, с точки зрения автоматизации там достаточно разная. И так было удобнее, причем событийный механизм, я сказал, гораздо более... Он принципиально отличается от айреса, да, это событие, которое не внутри процесса, а только с внешним миром используется. Если не с внешним миром, то там нету никаких событий, которые связывают между собой действием. И еще одно отличие. Все остальное называется... Все, что неисполнимое, вот эти все организейшн, кластер и база данных, они являются артефактами, он неправильный, и не исполняют... Они как графические картинки, то есть ни одна BPM-система их не выполняет, они с точки зрения исполнения называются артефактами и присоединяются отдельным потоком ассоциаций. Это вот айрес, если сравнивать с айресом, такое отличие, что вот есть исполнимые элементы, это задачи, события и шлюзы. И есть неисполнимые элементы, неисполнимые элементы, артефакты. У них, соответственно, ну, в айресе как бы они все были равносилены, потому что они все практически неисполнимые, это картинки. А здесь есть исполнимые, есть неисполнимые. Те, которые картинки, их всего четыре, Data Object, Data Store, и есть правило, что вы можете ввести любое количество своих, если хочется, своих артефактов. Велосипедистов можете там нарисовать и прикреплять, но они будут неисполнимыми, поэтому все равно, что вы там нарисуете. Главное, что они соединяются там с стрелочкой ассоциаций. А ассоциация? Это как раз когда вы артефакт привязываете, там стрелочка точечная. Когда у вас идет поток управления, это сплошная стрелочка. Когда точечная стрелочка, это значит, что вы привязали артефакт в неисполнимый элемент. И если стрелочка состоит из черточек, это еще один поток, которого в аэрис нет, это поток сообщений. Дело в том, что процессы разделяются на пулы, на зоны ответственности, и общение между зонами ответственности, его можно прорисовать. Если вы не просто в космос событие отправили, а в какой-то соседний пул, то тогда их можно соединить, чтобы указать, что вот здесь отсюда оно вышло, а вот здесь оно пришло, это событие ожидали, они его там получили. Это связывается потоком сообщений. А про хореографию? Хореография, вы поймите, про диаграмму хореографии, я про нее практически в рамках этого курса много не рассказываю. Я рассказываю про коллаборационные диаграммы, это именно то, что реально в BPMS система хоризована. Диаграмма хореографии, она также одна из таких теоретических диаграмм, она нужна для правильного построения взаимодействия между пулами. То есть вот мы просто рисуем, мы коллаборационные диаграммы рассматриваем, потому что это как бы один из видов, да, все ситуация по всему, к сожалению, нет возможности, так как элементов и так много, достаточно исполнимых. Ну, как и оркестровка. Оркестровка и хореография, я уже говорил, в BPMS-системах принято называть оркестровкой, сейчас вот, да, принято, что оркестровкой называют управление сервисами, то есть когда у вас не human flow идет, а когда идет управление IT-сервисами, ну, не только IT-сервисами внешним, это называется оркестровка, то есть это такие процессы, которые, ну, бизнес-процессами как бы не получается назвать ни одного человека в нем не используется, да, а большие IT-компании, в банке, у них много сервисов разных, иногда даже микросервисов, да, которые должны дергаться в определенные последствия и выполнять той или иной задачи, и вот этот процесс называется оркестровка, и тогда BPMS используется как оркестровочный процесс. То есть это как бы машины сами, которые до последнего действия выполняют заложенные, да, без каких-либо там участия в обеспечении странных денег. Например, там пришла кредитная заявка, нужно проверить в БКИ, послать запрос, нужно на банк РОТРУ запросить нам еще где-то, еще где-то обращаться всяким IT-сервисом. Если оттуда пришел такой ответ, то нужно вот этот сервис дернуть, если оттуда пришел такой ответ, то нужно еще одну проверку сделать, а если пришел такой, то тогда уже отправить людям, сказать, что, ну, в принципе, дальше можно с этим работать. То есть этих сервисов в большой компании может быть достаточно много, и вот процесс, который оркеструет в последовательности вызова этих сервисов и зависимости от результата полученного одного сервиса, какие сервисы дальше вызывать, это оркестровка. А если брать аннотацию PPM2.0, там оркестровка другое. Но то оркестровка, которая там вот, там есть специальная диаграмма оркестровки, ну, я, честно говоря, в практике ни разу не видел ее использования, я не знаю PPM-систем, в которой она реализована. Вот сейчас как бы все оркестровки называют вот это. 3 страниц, там как формировать XML-ку. Там, если вы возьмете PPM2.0, там про 3-4 символа, которым PPM2.0 отличается в PPM1.2. Если вы хотите про символы почитать, читайте про PPM2. Все символы были там утверждены, а PPM2.0 как эти символы должны грамотно превращаться в XML-файл, который может быть исполнен PPM-систем. Если вы там не увидите вообще на самом деле про графику почти ничего. Скажите, а PPM2 это нужно для нескольких человек или можно описать работу одного человека? Ну, работу одного человека в виде бизнес-процесса описывать, наверное, это уже не зависит от нотации, это, ну, как бы, хоть в АЭСе, хоть в ЭДФе. Ну, это как бы нет смысла. Обычно, как раз для чего они создавались, это же ЭДФ-0, ВВС США, взаимодействие между военными, сенаторами, техниками, генералами, учеными, люди, которые говорят на разных языках. Даже английский у них разный. И в первую очередь все эти графические нотации создаются для того, чтобы люди могли понимать друг друга. ЭДФ-0 вообще были квадратикой, стрелочкой, грубо говоря, да, с помощью, вместо английского, давайте использовать квадратикой, стрелочкой, чтобы генералы договорились, ВВС США, цена ошибки очень высокая, хоть как-то договориться очень важно. Поэтому цель всех этих нотаций, когда много людей выучено, и разные люди, они по-разному воспринимают. То есть это сквозные процессы в большую организацию, которые последовательно в зависимости от нотации декомпозируются и раскладываются на уровне ниже. А то, что вы говорите один человек, это скорее более инструкции каких-то действий. Да, скорее всего процесс у одного человека не процесс, у него как раз одна задача. В том, как BPMN обычно у одного человека одна задача. следующий человек это следующая задача. Вот тогда это уже процесс из двух шагов. Задача один, задача два. Один человек, у него не процесс, у него задача одна. Ну, если он в десяти процессах вовлечен, у него там что-то 15 разных задач. Он просто такой, а если задачи новые, ну, они разные, а цена. Он участвует в нескольких процессах, значит, значит, у вас там где-то 20-30 процессов. Нет, процесс-то один, задача очень разная, цена делается одним человеком. Как вот это описать? Это не процесс. Это у вас один человек делает сложную задачу, в которой много шагов. Это тоже можно описать. Инструкции должностной, например. Тот же инструментарий можно использовать, но просто большой смысла в этом нет, потому что задача и работа со сложностями. Да. То есть вы можете ариэс применить или какую-то процесс, собственно, на фазу сделать, но BPMN для этого слишком тяжеловат. Соглашусь с коллегой. Если вы хотите описать что-то, ариэс легче. Если вам нужно описать, тем более дать какую-то инструкцию, там, если вы еще купите лицензионные ариэс, они в видео будете рисовать, то там есть много инструментов, которые вам помогут регламенты, документы создать. В этом плане он как бы, ну, ариэс, да. Но BPMN 2.0 это проавтоматизацию в первую очередь. И когда говорят легче, иметь в виду легче автоматизировать, а не то, что это легче нотация. Нотация, она ничуть не легче. Нотация, она такая, вот, символов больше, чем в ариэсе несколько раз. Если вы хотите своей компании продвинуть управление процессами, то лучше их автоматизировать, а если вы хотите их автоматизировать, то лучше BPMN 2.0. Если вы сделаете на ариэсе, у вас будут существенные накладные расходы по поддержанию. еще раз, потому что автоматизация сокращает накладные расходы. Сейчас многие компании, вновь, что-то описали и работают с ними. Некоторые даже успешно. Toyota в 60-х годах успешно применял описание бизнес-процессов без всяких автоматизаций. Ну, не то, что без всяких автоматизаций. мы тоже это побочная функция автоматизации. Где-то было, где-то не было. Но это нужно для упорядочения действий в компании, в принципе. Это, пожалуйста, различие между BISARG и экономой. это разные BPM-системы. BPM-системы много разных. Я вам расскажу про то, какие они бывают. Есть Сьюты, говорят, где все в одном. Есть сейчас лоу-кодинг, которые типа простые в настройке. Есть просто BPM-энжины, которые умеют выполнять процессы, но все остальное отдают на откуп функциональности, которая уже в компании существует. Это вот команда. Но это рассказ у меня достаточно на пару часов. Я с примерами показываю, какие системы есть. Есть IBM-BPM. Если вам про BPM, BISARG и команда это только один из крутых BPM-ов, это IBM-BPM, Oracle-BPM, ELMA. BISARG в нашей стране на самом деле не очень популярны. Коммунда, Activity, GBOSS, вот GBPM-ы, которые сейчас в этом году имеют такой спрос. BISARG он давно существует, но он так как-то и не прижился. Банита есть еще BPM. BPM-online. Это Tirasoft, это CRM, в которой еще и BPM есть. Это в первую очередь CRM, в которой добавили движок BPM. BPM-online. тоже поддерживает. Вопрос такой еще. Сейчас подходит спрос на инженер бизнес-процесс. Очень старый процесс. Честно говоря, название курса мне досталось по наследству, я его менять не стал, инженер бизнес-процесс, все нормально. я не говорю, что это что-то новое, еще раз, но смысл в том, что я занимаюсь автоматизацией, и сейчас спрос на бизнес-процессы возник, потому что появились BPM-осдвижки, которые автомизируют процессы, и получилось проще. Есть эксперты, которые все это сделали в аэрисе, описали, но они дорогие, их мало, и не все компании могут себе позволить, а потом главное тяжело поддерживать, это все. Должен нужен каждый человек, чтобы знал, что он делает, ему нужно напоминать, ему нужны инструкции, приказы, ему нужно какие-то работы проводить, а это типа IT-система, она типа все за него делает, но ее сначала надо внедрить, ее надо грамотно внедрить, для того, чтобы он так навести порядок и развивать компанию, то есть цель может быть разная. Навести порядок, развивать компанию, я согласен, но в современном обществе успевают быстрее получать преимущество те, кто автоматизируется. Это тоже одно, с этим можете спорить, но это то утверждение, с которым я как бы существенно настаиваю. Порядок навести и потом его поддерживать тяжело без автоматизации. С автоматизацией проще. То, что начинать нужно с наведения порядка, с этим я вообще не спорю. Автоматизацию нельзя делать автоматизированный хаос, он остается хаосом. как бы само собой, с этим как бы... монетизировать процессы, все функции, которые делает компания из несколько сотен полутора тысяч человек, например, большая строительная компания, занимающаяся промышленным строительством. Вы не выкинете оттуда всех, да? Там же есть люди, которые не пользуются компьютером своей деятельности, а их тоже можно организовать. нету бизнес-процесса это аспирин, это не таблетка от всех болезней, да? Если вы от всех болезней пить аспирин, будет плохо. Есть какие-то вещи, для которых он помогает. Это не... Не так... Хорошо, тогда всем спасибо.